Второй год подряд общество с ограниченной ответственностью Легион Спас становится призером городского конкурса на лучшую организацию по проведению работы по охране труда. По итогам работы за 2017 год в своей подгруппе «Непроизводственные виды экономической деятельности» Легион Спас вновь стал одним из лучших и был награжден дипломом. Всего в конкурсе приняли участие 48 организаций, из них 10 – «Непроизводственные сферы». Дипломом второй степени награждается общество с ограниченной ответственностью Легион Спас. Руководитель Владимир Иннокеневич Кураленко, специалист по охране труда Олеся Анатольевна Атаманова. Принимает участие Легион Спас и в областных конкурсах, и также на протяжении двух лет становится победителем. Данная награда для нас значима, поскольку мы в Иркутской области в своем виде экономической деятельности были единственные дипломанты. Будем продолжать в том же направлении, стремиться к лучшему. Основным условием для организации индивидуальных предпринимателей, пожелавших принять участие в областном конкурсе, являлось отсутствие в течение прошедшего календарного года несчастных случаев на производстве со смертельным или тяжелым исходом, либо групповых нечастных случаев. Критериев же для выявления лучшей организации были десятки. Это аварийность на опасных производственных объектах, обеспеченность сертифицированной специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, уровень заболеваемости, обеспеченность оснащенными санитарно-бытовыми помещениями и множество других показателей работы по охране труда. Оценивалось по многим показателям. В целом вся работа по охране труда за прошедший год, то есть за 2017-й. Оценивалось и количество несчастных случаев, и количество проверок, проведенных специалистом по охране труда, количество выявленных несоответствий, предписаний. Учитывалось также количество, сумма затраты, которые были направлены на мероприятия по улучшению по охране труда в прошлом году, в 2017-м. Много показателей. Оценивалось, насколько у нас в целом документация ведется по охране труда, разработаны все положения, система по охране труда, как работает. В марте текущего года организация отметила свое десятилетие. «Легион Спас» был создан 5 марта 2008 года. На протяжении всех лет работы основными видами деятельности оставались два главных направления. Деятельность по предупреждению и тушению пожаров и по предупреждению и проведению газоспасательных работ. В структуру «Легион Спас» входит пожарный спасательный отряд, газоспасательный отряд, отдел по профилактике, управление. Работа у большинства работников, которые работают в пожарном спасательном отряде, в газоспасательном отряде, она напрямую связана с риском для жизни. В первую очередь, охрана труда, мне кажется, здесь большое значение имеют руководители напрямую этих отрядов. Они учат своих работников, как правильно и грамотно проводить вот эти опасные работы и сохранить при этом жизнь и здоровье собственное, прийти домой поживыми и невредимыми. Поэтому охрана труда очень важна в нашем разделении, место занимает. В первую очередь, работников обучаем. Обучаем, когда они к нам приходят. В процессе работы обучаем. Потом у нас отряды еще проходят аттестацию, газоспасательный отряд каждые три года. Пожарный отряд получал лицензию и тоже проходили мы проверку. Периодическое обучение они проходят каждый год по охране труда. Потом еще аттестацию на статус спасателя проходят. Постоянно учатся. Потом полностью проводим психиатрические свидетельствования, медосмотры периодические, предрейсовые, послерейсовые. Обеспечиваем наших работников спецодежды с другими средствами индивидуальной защиты. У нас же очень специфическое направление. Поэтому очень важно, чтобы работники наши были обеспечены средствами защиты от УДО. Это изолирующие костюмы для защиты полностью тела от воздействия вредных и опасных химических веществ. И аппараты дыхательные для дыхания, непригодные для дыхания среде, фильтрующие противогазы, каски, для защиты работников от повышенных температур. Это боевая одежда пожарного, средства защиты рук, ног, полностью теплоотражательный костюм. Очень много средств у нас уходит на спецодежду и другие средства индивидуальной защиты. Это основная наша большая статья расходов по охране труда. Помимо этого, руководство осуществляет обязательное социальное страхование работников в соответствии с действующим законодательством от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе деятельности трудовой. И ответственность работников за соблюдение требований охраны труда персонального и постоянное обучение по охране труда. Мы гордимся тем, что мы работаем в Легион Спас с 2008 года, мы как организовались. У нас ни одного несчастного случая, ни одной травмы не зарегистрировано, не было и думаю, что не будет в будущем. Редактор субтитров А.Семкин